Всем привет! Хочу сегодня показать, как правильно сделать правильный швартенблок. Еще раз напоминаю, для чего нужен швартенблок. Он нужен для приготовления любой вареной продукции. Это сосиски, сардельки, разнообразные вареные колбасы. Значит, швартенблок это, или белковая масса, это отличный источник коллагена, который придает колбасе вареной упругость, значит, держит фарш. Без него фарш будет, ну, с большой вероятностью, рыхлый. Поэтому швартенблок это очень важная штука. И нужно его, естественно, приготовить правильно. Вот это на сегодняшний момент я буду использовать в приготовлении по ГОСТу, еще советских времен. Значит, что для этого делаем? Для этого берем свиную шкуру и очищаем ее вот от такого подобного жира. У меня на данной шкуре она уже очень хорошо очищена, поэтому я ее просто разрежу сначала на полоски, а потом еще разрежу на более мелкие полоски для того, чтобы закинуть в кастрюлю, варить, а в последующем, чтобы удобно было их пропустить через мясорубку. Итак, погнали. Порезал, вот так вот оно выглядит. Что делаем дальше? Взвешиваем, сколько у нас получилось. Итак, у меня здесь 997 грамм, то есть ровно килограмм. Что делаем дальше? Заливаем кипятком пропорция 1,5. То есть сюда в килограмм я заливаю 1,5 литра кипятка. Ставлю на рассекатель на самый медленный огонь. Можно на водяную баню, но у меня рассекатель хорошо в этом плане справляется. И варим на рассекателе 3 часа. Итак, прошло 3 часа варки нашего шварданблока на медленном огне. Теперь что мы делаем? Сливаем воду, в которой она варилась. Воду эту не выкидываем, она нам еще пригодится. Значит, берем мясорубку с сеткой диаметром 3 миллиметра. И в горячем виде, как вот с огня сняли, пропускаем это все через мясорубку. Теперь взвешиваем это. Переливаем обратно в кастрюлю. И добавляем уже сюда 50%, то есть половина от массы, которая получилась. Напомню, изначально у меня было шкурой килограмм. Сейчас получилось после варки 900 грамм. Я добавляю сюда 450 миллилитров воды. Все, и ставим опять же на рассекатель, на самый медленный огонь, на электроплите, если то на единичку, или на паровой бане, если у кого-то нет возможности минималку поставить. И варим опять же 2,5-3 часа. Итак, снял я уже проваренный швартенблок и уже успел охладить где-то в течение часа. Ну, сами знаете, что блендер должен работать не с кипятком, то есть не с сильно горячим продуктом. Сейчас где-то температура в пределах 40 градусов. Что делаем? Переливаем сейчас это все в блендер. Так, залили блендер. Теперь выбираем режим обычного блендера. Или взбивайте на средних примерно оборотах. Все, и запускаем на измельчение. Вот такая консистенция получается. Стало после перемалывания белое, как молоко. Теперь берем емкость и переливаем. Итак, друзья, вот что получилось. Здесь примерно около килограмма швартенблока вышло. Ну, как, в принципе, и свиной шкуры изначального продукта, который мы загружали. Значит, даем сейчас полностью остыть. И кидаем это все в морозилку. Если планируете воспользоваться в ближайшем времени, можно, в принципе, хранить там неделю-другую и в холодильнике, и не в морозильной камере. Вот, если более позднее время приготовления у вас будет, значит в морозилке. Единственное, что там за пару часов, естественно, до добавления уже в эмульсию, его берете, размораживаете. Да, и желательно на блендере, опять же, перебить, чтобы он был мягкий, чтобы равномерно распределился по всему фаршу, то есть не был кусками. Вот все. Вот это вот рецепт, правильный рецепт. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok